Споры по поводу испанского закона об амнистии за преступления, связанные с каталонским сепаратизмом, дошли до Европарламента. Правоцентристы и либералы призвали провести дебаты о том, что они считают нарушением верховенства права. Хотя лидеры этих фракций не подвергают сомнению легитимность правительства Испании. Они считают, что новый закон идет в разрез с разделением властей, подрывает независимость испанской судебной системы и нарушает принципы правового государства. Закон об амнистии, под которую попали соратники бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдимона, помог Педро Санчесу остаться премьер-министром Испании. На следующей неделе представители Брюсселя и Мадрида встретятся для обсуждения этого документа. А в Страсбурге евродепутат из Испании и лидер социалистов высказалась за сохранение территориальной целостности королевства и использовала этот политический кризис для нападок на главу Европейской Народной Партии. Сэр Иас, против большей кризис территориальной демократии в Испании есть только два шага. Встреча с импозицией и университетом, или шаг для диалога, понимания и реконсилия. Сэр Бебер, mentir не está bien. И вы mentir. Еврокомиссар по юстиции Дидия Рейдерс обещает дать на следующей неделе объективную и беспристрастную оценку испанского закона. Он обеспечит амнистию тем каталонцам, кто участвовал в сепаратистском движении в период с 2012 по 2023 год, включая Пучдимона, который бежал в Бельгию после референдума о независимости. А сделка премьер-министра Санчеса с двумя партиями, выступающими за независимость Каталонии, вызвала в Испании массовые выступления протеста. Их участники также требовали соблюдения верховенства права.